Приветствую! Сегодня 9 сентября. Отличная погода. Хотел осветить по поводу зарплат на Чукотке. Зарплаты в среднем на Чукотке, в среднем, я оговариваюсь, от 50, может там 48 и до бесконечности. Но вообще на Чукотке самые большие зарплаты по статистике в России. Например, фельдшера зарабатывают больше 100 тысяч, платят подъемные миллионы, если кто фельдшер приедет. Водители получают от 60 до 70 в среднем, где больше, зависит от нагрузки, от других факторов. Конечно, на Чукотку надо приезжать работать не вахтовым методом, сюда надо приезжать жить. Тогда что-то у вас будет получаться. Приведу пример. Например, берем по минимуму, вы приезжаете, у вас зарплата первоначально 50 тысяч рублей, у вашей супруги тоже 50 тысяч рублей. Соответственно, на одну зарплату вы живете, а зарплату жены или супруга складываем. Каждые два года мы летаем в отпуск. То есть организация оплачивает дорогу вам до материка, до Москвы или до места вашего проживания. Вот элементарные подсчеты. Один год – это 600 тысяч, два года – 1000 миллион 200. Ну, плюс отпускные, отпускные у супруга. Ну, так вот где-то накапывает у вас и миллион 200, полтора миллиона у вас набирается. Вот. Я расскажу более подробно о других зарплатах, о ценах, как стать настоящим северянином, как зарабатывать, почему все считают, что у северян много денег. Те, которые умеют распоряжаться деньгами. И тут есть определенные технологии, как это происходит. То есть не все это понимают. Ну, еще раз повторяю, северы любят терпеливых. И кто выдерживает здесь, обосновывается, он дает. Люди имеют, люди, которые работают 5-6 лет на Чукотке, по крайней мере, имеют свое жилье без этой долбанной ипотеки. А кто и 2, 2 квартиры имеет. Люди здесь живут, сдаются там жилье на материке, плюс получают доход. Так, ну, ролик затягивается. Я еще раз поясняю, что здесь у меня интернет не очень хороший, медленно грузится и дороговатый. Когда поеду в отпуск, постараюсь выложить более подробные инструкции, что и как. А сейчас потихонечку буду записывать маленькие ролики. Всего хорошего, до свидания.